Как водичка? Хорошо. Тебе нравится? Тепленько? Мне очень. Ты будешь купаться? Конечно, нет. Я получаю, конечно. Тепленько, отличненько. Сейчас пойдем купаться. Субтитры сделал DimaTorzok Не могу сказать, что очень чисто за территорией гостиницы. Видите, валяется мусор уже. Тут вообще заброшено все. Я скажу, что даже на пляже не очень чисто. Песок, куча бучков, палочек этих одноразовых валяется, стаканчиков, бумажек. То есть не чистый пляж. Я не знаю почему. Вроде бы как не сезон, людей мало и должно быть чисто, но вот так вот. Грязно. Песок-то чистый, но если бы не мусор. Это будет экскурсия завтра на остров с аквалангами. Это за каждого человека. Вот. Нас повезут завтра на целый день купаться с аквалангами с едой на остров. Один, второй, третий. Завтра поглядим, что будет. Магомед, хорошая экскурсия? Очень хорошая. Вот. Хорошая будет. Самая лучшая. Вы ездили обратно, сделаете ли у нас рекламу? Скажи, Казак ТВ еще лучший канал. Казак ТВ лучший канал. Самый лучший канал. Давай. 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 Сегодня у нас в планах еще съездить в город. В старый или новый. В какой-нибудь съездим однозначно. Еще вчера узнавал у местных почему продажи недвижимости. В общем дома стоят 20-30 тысяч долларов. Дом с территорией, с собором огромным. Стоит 20 тысяч баксов всего лишь. В зависимости еще от района. Если что. Хургадай считается это хороший город. В отличие от Каира. Каир, говорят, грязный. Все местные, которые живут в Каире, они ездят в Хургаду работать. Потому что в Каире работа есть, но, говорят, грязно все такое. Они не хотят там работать. А приезжают сюда зарабатывать деньги. Ну, такие вот дела. Погода уже второй или третий день идеальная. Такое солнцепекище без ветра. Да, второй день именно вообще без ветра. Просто. Дико жарко. Завтра, говорят, будет похолодание. Завтра будет похолодание? Насколько не знаю. Отличный контент будет. Очень хорошо. Мне кажется, из-за этого просмотры и поднимутся. Однозначно. Надо заставочку, главное, тоже так запилить. И надо название такое хорошее, да? Побыли уже на пляже, покупались. Сегодня хорошая погода. Вода уже такая тепленькая, не такая холодная, как было в первый день. И ветер немножечко утих. И уже реально становится похоже на лето. Африканское. По экскурсиям поузнавали. Цены везде разные. Наваливают на уши очень мощно. Блин, а то и барыги вообще от души. У нас так реально люди не умеют подавать, как здесь. И тут все так продают, как бы абсолютно. У одного 60 долларов, у другого 30. Я тебе брата дам за 20. А если ты вообще брат самый лучший, то я тебе дам за 10. Да, вот это такая политика. Полка номеров. Каждый день. Бесплатная. Воду меняет. Все дела. Мыло там. Очень хорошо, что жареной еды мало. В основном вся она пареная, вареная, печеная. Но вот жареного мало. Это реально очень круто я считаю. Алкоголь везде бесплатный, но только местный. А не местный за отдельный прайс. И еда вот в таких маленьких барах в основном вся бесплатная. Но если типа хотите там пиццу с морепродукторами, там в красной икре, там еще там с какими-то извращениями, то доллар стоит. Каркаде полкилограмма, что-то там 3 доллара стоит. Это розничная цена. То есть можно сорговаться, там 2 доллара стоит того меньше. И так далее. Поэтому 3 доллара блин уже дешево, да. А, торгуешься, вообще бесплатно практически получится. Вот такие дела. Решили выбраться в город самостоятельно. Пришли на ресепшн. Нам говорят 4 доллара. Лучше за территорию. Это сразу хороший человек говорит. За 2, говорит, довезу вас до центра. Такие вот Hyundai. Леди. Базар. Кстати, вот эти дома стоят в районе 20 тысяч долларов, про которые говорили. Вот такая клубника здесь. По доллару за килограмм. Один доллар за два доллара. Огромная лавка такая. С манго. Здравствуйте. Огромное количество. По 6 долларов манго. Так, табак. Хорошо, давай радуй. Вкусный? Такой? Это манго или киво. Ага, окей. Это 10 пачек и чашка 5 долларов. Я больше не дам, у меня больше нет. Это там магазин. Сколько? Чашка плюс 10 пачек. 7 долларов. 7? Да. Нет, 7. Мято. 5 долларов и чашка. 5 долларов. А я пока еще посмотрю, что это. Где шланг? Какой шланг брали? Я сказал все. 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 Как я буду курить его отсюда? Ладно. Пойдем вот. Ты кальян куришь без трубки? Куришь кальян? У меня есть дорогие. Один не надо. Я хочу взять кальян, который я смогу курить. Правильно? А без трубки я его не смогу курить. Зачем? Хорошо. У меня есть это дорогие. Это продают отдельно. У меня нету. Я с Украины. У меня есть гривна. Я могу дать 2 гривны еще. Смотри. 20 и дам 2 гривны тебе. 22. Банк change? Ну, ты можешь сходить поменять. Change bank? Ну, сходи поменять. Мне не нужно. 22. Да, да. Bank not change, то есть? Ну, это вашего банка проблема. Бредун, давай за 20 долларов. За 2 доллара. Хорошо? Change. Потом change, давай 2 доллара. У меня нету 2 долларов. Мы летаем. Мы с ним завтра летаем. Я завтра go to home. Так ты уже можешь успаковывать. Блин. Это хороший бизнес. Спасибо тебе. маленький засранец у меня просто друг разбирается он сказал что до 25 можно брать давай друг оке 25 окей 25 окей я знаю скажи 25 у нас если окей ты литва у нас надо сказать оке что в комплекте что в комплекте комплект очень шумное место и вообще как как в индии куча машин все сигналят все ломятся правила никто не соблюдает все ходят вот так вот никого пешеходного перехода здесь нету короче кто сильнее больше всех сигналит тот типа самый классный них вот такое как бы правило понятия полицию видели машина вся помятая полицейская все в дырках пули просто как решето все пристают очень сильно назойливые такие куда не зайди чего мимо где не пройди все будут тебе приставать все будете предлагать торговаться они вообще не хотят верят цену за космос потом сбивают потом включает музыку громче ты ничего не понял короче это еще те жулики выторговать конечно можно но не у всех некоторых чем родится ряд нас типа фиксированная цена как бы и все вот так вот такой вот египет такая вот аргуда сейчас вам покажу шведский стол 10 короче хлеб находится разный кое угодно дальше идет всегда здесь стоит первое суп такой это суп крем дальше идут десерты вот там есть кофе и чай вот десерты разные десерты очень вкусные да и замерзшие апельсины вот но вот ведет все тортики они все очень вкусные просто безумие полный номер этих тортиков это финики именно не сушеные такие зеленые прикольные вот этот человек делает пасту здесь есть соки и вода здесь всегда второе овощи могут быть это может быть рис это может быть картошка да может быть горошек салаты управляете оливковым маслом с оливками и либо уксусом ибо соусом салата постоянно разные там вот бар там пиво виски все это бесплатно можно брать что угодно есть очередь за курицей сегодня здесь постоянно жарят их фиртюр сегодня здесь овощи примонтик такой печально но кормят очень даже вкусно я вам скажу десерта вообще безумный обалденный